Что является самым большим препятствием на пути к изменению себя? Мы сегодня продолжаем с вами тему того, как снимать свои роли. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню и кошатню. Итак, сегодняшняя наша тема — это продолжение серии, которую мы начали о том, как снимать роли. И если вы не видели, то я настоятельно рекомендую посмотреть вам предыдущие два видео, в одном из которых мы в целом начинали тему ролей и говорили о том, что это такое и почему ваша жизнь ограничена вашими ролями. А второе видео было началом темы того, как снимать с себя роли, чтобы освободить себя и создать любую личность, которой вы хотите стать, и любую судьбу, которую вы хотите создать. И сегодня я продолжу. Напомню, о чем был последний наш с вами разговор. Во-первых, вы должны осознать, что есть такое явление, как ваши роли, то есть набор ваших убеждений о себе. Второе, о чем мы говорили, вы должны понять, о кем на самом деле вы хотели бы стать. И следующее, о чем мы говорили с вами во втором выпуске, это о том, как начать действовать так, как будто бы у вас уже другая роль. Та роль, которую вы выбрали для себя самостоятельно. Конечно же, я рекомендую вам посмотреть внимательно предыдущие видео для того, чтобы понять, о чем речь. И ниже под этим видео вы найдете ссылки на предыдущие выпуски. И сегодня я продолжу тему и затрону вопрос, который является на самом деле ключевым. И начну я с того, что самая большая битва происходит не во внешнем мире, а во внутреннем мире. Самая большая преграда на пути ваших перемен находится внутри вас. Более того, у нее ваше лицо, потому что вы являетесь самой большой преградой к своим переменам. Нам иногда может казаться, что препятствиями являются внешние обстоятельства, какие-то неожиданные сложности возникшие, другие люди. Кто-то сюда припишет противодействие высших сил или карму, или что-то, что от него не зависит. Но я скажу вам вот, что только вы стоите на пути своих перемен. Только вы являетесь тем препятствием, но и тем освободителем, который может освободить вас от ненужных в вашей жизни ролей. Итак, коротко, что такое роль? Роль — это ваше восприятие себя, это те качества, те описания себя, которые вы приняли, которые вы считаете правдой, и потому вы действуете, осознанно или неосознанно, в соответствии с вашими ролями. Как правило, человек не выбирает свои роли осознанно. Как правило, он несет те роли или исполняет те роли, которые ему были переданы, предписаны теми людьми, которые его воспитывали. Теми значимыми, близкими, взрослыми, которые окружали его в начале жизни. Но вот вы выросли, и понимая, что вас ограничивает то или другое убеждение о себе, восприятие себя, вы решаете снять с себя роль. И сегодня мы поговорим с вами о том, как вы себя воспринимаете. Прислушайтесь к себе, что вы о себе говорите. Вслух или молча, что вы произносите в своей голове. Какие комментарии вы делаете? Я настоятельно рекомендую вам выделить время. Возьмите месяц и заведите блокнот, в который вы будете буквально записывать те мысли, которые посещают вас в отношении себя. Предположим, к вам пришла в голову какая-то смелая мысль. Что вы себе сказали? Поддержали вы себя? Или вы себя отговорили? Или вы себя обесценили? Или вы припомнили себе все те предыдущие случаи, когда вы себя разочаровали? Когда вы пообещали и не сделали? Когда вы сделали и разочаровались в результате? Замечайте, что вы себе говорите в важные и ключевые моменты вашей жизни. А когда к вам приходит вдохновение, интересная мысль, это очень важный момент в вашей жизни. Что вы себе говорите в тот момент, когда кто-то на вас, может быть, неадекватно отреагировал, может быть, агрессивно на вас отреагировал? Что вы себе говорите, когда на вас кто-то не обратил внимания? Когда вы говорили о вас, как будто бы не слышали? Что вы себе говорите? Что вы себе говорите в тот момент, когда вы кому-то сказали нет? Или когда кто-то посчитал, что вы недостаточно хороший друг, хороший сын, хорошая дочь или хорошая мать? Что вы себе сказали в этот момент? Что вы себе сказали, когда вы посмотрели на свой банковский счет или заглянули в свой кошелек, и, возможно, вас огорчило то, что вы увидели? возможно, вы потратили энную сумму, и теперь вы себя ругаете. Послушайте, что вы себе говорите. Замечайте свой внутренний диалог. Замечайте, кем вы себя воспринимаете, потому что ваш внутренний диалог также сигнализирует и, по сути, сообщает вам о том, о кем вы себя считаете. Потому что, если вы, например, отказав кому-то, начали себя ужасно чувствовать, начали сомневаться, начали искать способ загладить свою вину или оправдать себя даже в своей собственной голове, то, скорее всего, ваша идея себя — это идея, может быть, хорошего человека, может быть, безотказного друга, может быть, того, кто должен помогать, спасать и быть полезным. Задумайтесь, почему вы с собой говорите так, как вы с собой говорите? Почему вы себе говорите то, что вы себе говорите? Это очень важное практическое задание. И кто-то скажет, а нужно ли вы действительно делать целый месяц? Желательно, потому что вы должны привить себе привычку замечать свои мысли, замечать за собой то, что на самом деле вы говорите. Потому что именно этот внутренний разговор, именно этот часто неосознаваемый диалог, а порой монолог, определяет вашу жизнь. Итак, чтобы снимать с себя роль, нужно понимать, а что на самом деле вы пытаетесь с себя снять. То есть заметить, какие вещи вас сегодня утверждают в том образе, которым вы являетесь. Ваши собственные мысли утверждают вас в этом образе. Начинайте их замечать. И у меня для вас есть прекрасная практика. Попробуйте взять ручку и бумагу и представить себя изменившимся. Для примера возьмите одну черту, которую вы хотели бы изменить. А теперь представьте, сядьте и напишите, что о вас скажет ваш лучший друг, ваши родители, что о вас скажут люди, которые знают вас на работе, что они скажут вам в глазах, что они скажут вам за глаза, то есть ваше отсутствие. Буквально представьте, что они говорят. Пропишите их слова. Представьте эту ситуацию, как будто она уже случилась в прошлом. Вы изменились. И вот эти люди дают вам обратную связь. Это упражнение очень мощное. И помимо того, что оно действительно начинает помогать вам создавать новую реальность и новую версию себя, оно высвечивает две важные вещи. Первое – это то, что вы начинаете глазами других людей на себя смотреть, смотреть на себя изменившегося. Вы буквально видите себя глазами своего друга, глазами своего родителя, другим человеком, с другими качествами. Предположим, молодой человек всегда считал, что он неудачник и ничего хорошего у него в жизни не выйдет. И он на себя смотрел глазами своих родителей, которые тоже так считали. И вполне вероятно, в какой-то степени поддерживали в нем это чувство, чаще всего не желая ему зла. И вдруг этот человек начинает видеть себя глазами своих родителей, благодаря этой технике, как тот, кто превзошел их ожидания, тот, кто их удивил, тот, кто оказывается способен на то, чтобы принимать решения, на то, чтобы идти вперед, на то, чтобы поступить в университет, на то, чтобы начать зарабатывать, на то, чтобы повзрослеть, на то, чтобы начать помогать родителям. То есть увидьте себя глазами значимых для вас людей или менее значимых, но тем не менее присутствующих в вашей жизни. Увидьте себя изменившимся человеком. Здесь вы, во-первых, обнаружите ваше собственное сопротивление. Вы вдруг поймете, что вы раньше не могли себя представить, что ваши родители, предположим, посмотрят на вас по-другому. Это может быть ваш муж или ваша жена, ваши дети, без разницы. И вы обнаруживаете, что сопротивление было ваше. Это вы не могли представить, что вы в их глазах будете другим человеком. И получается, в этом случае происходит настоящая магия. Вы делаете новое допущение. А когда вы способны увидеть себя глазами других людей изменившимся, здесь происходит самое удивительное. Это работает в разы мощнее, чем если вы пытаетесь просто себя представить изменившимся. Попробуйте, вы будете поражены, насколько многого в вас поднимется эмоции, чувств и, самое главное, осознание того, насколько вам это на самом деле некомфортно или, как минимум, непривычно. И вот вы описываете себя глазами других людей. И вы начинаете понимать, что это вы стояли, преграда. Это вы не позволяли себе быть увиденным, быть изменившимся. И второе, что позволяет сделать это упражнение, это для себя выяснить, а какие люди, возможно, не смогут принять ваши перемены. Или от каких людей вы ожидаете не самую хорошую реакцию. Или какие люди в вашей жизни вдруг окажутся неуместными. И молодой человек, который решил взять свою непутевую жизнь в свои руки. Вдруг понимает, что его друзья уже не смогут быть его друзьями. Вдруг он понимает, что те люди, которые составляли его основной круг общения, несовместимы или, скорее всего, несовместимы с той жизнью, которую он будет вести. Это момент принятия решения. И порой непростого решения, очень смелого решения. Но решение, которое определит будет ли жизнь складываться теперь иначе. Отпустит ли себя этот человек с цепи, на которой он сидел, на которую сам себя, не понимая, его посадил, но которую он может снять и быть свободным. Во всяком случае, быть свободным от того окружения, которое до этого его определяло. Я думаю, для многих из вас будет уже не секретом, что мы являемся в той или иной степени некой средней того окружения, в котором мы чаще всего проводим время, которое мы считаем своим. И порой радикальные перемены в личности, снятая роль, которая определяла по большей части вашу жизнь, она будет подразумевать серьезные перемены в вашем окружении. Не всегда, но довольно часто. Давайте подведем черту под нашим сегодняшним разговором. Первое. Вы должны осознавать, что никто кроме вас не препятствует вашим переменам. Второе. Вы должны понять, а как это будет ощущаться, когда вы будете другим человеком. Позвольте себе увидеть себя глазами других людей, изменившимся. Это очень мощная практика, еще раз, увидеть себя глазами других людей. Поверьте мне на слово. Попробуйте, вы будете поражены, насколько это вас трансформирует, насколько много ответов это вам даст. И третье, что мы выяснили. Спросите себя, а какие люди, возможно, не смогут принять ваши перемены. Или, возможно, не соответствуют тем переменам тому будущему, которые вы себе желаете. А теперь время внутренней работы с собой. Я очень надеюсь, что вы сделали это упражнение и будете делать его регулярно, как упражнение наблюдения за собой, так и прописывание своего образа глазами других людей, значимых для вас людей. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какая самая большая перемена должна произойти в вашем физическом мире, может быть, от кого или от чего вам нужно будет отдалиться, или что, или кого исключить из своей жизни, чтобы та ваша будущая реальность, которую вы хотите, стала для вас возможной. Пожалуйста, поделитесь этим в комментариях, а также оставьте вопросы по этой теме, если они у вас еще остались. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго!